Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Мне хотелось бы отдельно поприветствовать каждого участника из разных стран. Сегодня с нами присутствуют на площадке преподаватели из Узбекистана, из Кыргызстана, из Казахстана. Поэтому для нас сегодня, Сайгирим, это особенный день. Почему? Потому что мы сегодня организовали такой вебинар, где бы мы на одной площадке смогли собрать вот такое количество преподавателей и тем более еще из разных центрально-азиатских государств. Так что добрый день. Мы надеемся на то, что сегодня будет вебинар для вас полезным и благотворным. Сразу, наверное, мы несколько слов скажем о правилах сегодняшнего мероприятия. Мы бы попросили участников для того, чтобы связь наша не прерывалась, чтобы у нас прошел вебинар, как бы сказать, без учебной садуинки, отключить ваши камеры по возможности и особенно отключить микрофоны, потому что посторонние шумы, они очень, как сказать, отвлекают нас. Что касается чата, вебинара, он у нас работает. Вы можете туда, просим всех вас, написать туда свое имя и фамилию на английском языке желательно. Почему? Потому что на основании вот ваших данных, которые будут отражены в чате, мы будем готовить сертификаты по участию в двух бюджетном семинаре. Относительно вопросов и ответов. Мы, как организаторы мероприятий, модераторы, решили для того, чтобы процесс вебинара шел как бы более эффективно. Сначала мы решили изложить весь свой материал, который подготовили сегодня для вас, и предложим в конце уже сегодняшнего дня, и это будет завтра точно так же работать, озвучить ваши вопросы. Если вы их не хотите озвучивать, вы можете их отписать в чат. И мы в конце уже нашего вебинара постараемся ответить на ваши актуальные, такие вам наиболее спрашиваемые вопросы. Вот, собственно говоря, наверное, теперь можно начать представление. Я Армьяш Нурмагобетова, представляю Евразийский национальный университет, являюсь доцентом кафедры экономики и предпринимательства, также занимаю должность руководителя центра предпринимательства, который есть в Евразийском национальном университете. Ну и центр этот, так, для общей информации, центр занимается развитием предпринимательского образования в университете, и за ее пределами. Также мы организовываем курсы повышения квалификации для преподавателей в университетах, и мы работаем с сотрудниками компаний, с предпринимателями города, Астаны и регионов, если это получается, по развитию именно предпринимательских навыков, в помощь бизнесу организовываем различные семинары и тренинги. Вот, хотела, чтобы Айгерим уже сама себя представила, но перед этим я хочу поблагодарить ее за то, что она поддержала идею организации вот этого мероприятия сегодняшнего, и мы задумали это мероприятие для того, чтобы именно на одной площадке мы могли поработать с предпринимателями из разных стран. Так что, Айгерим, вам слово. Спасибо большое, Армеш. Меня зовут Бакоева Айгерим Канамбековна, я являюсь заместителем декана Крымского европейского факультета по международным связям КНУ имени Дюсупа Баласавына. Рада вас также сегодня всех приветствовать. Спасибо большое, что подключились. Надеюсь, скажем, правила сегодняшнего вебинара и тренинга первого дня всем понятны, поэтому, пожалуйста, отключите микрофоны. Хотела бы также сказать, что инициатива, поблагодарить за инициативу Армеш, команду ИНУ за то, что они организацию полностью взяли для себя. Вам спасибо большое. Спасибо. Ну, и чтобы, наверное, несколько у вас картина сложилась, почему мы организовали такое межстрановое мероприятие, вебинар, мы хотели немножко рассказать вам о каких проектах мы сегодня участвуем и откуда же у нас с Айгерим такие навыки по проведению подобных мероприятий, вебинаров для уже профессионалов, для преподавателей, работающих. В общем-то, с Айгерим нас связывает сегодня не только рабочие отношения в рамках проекта или как коллег, но мы уже перешли на другой уровень общения, это уже более дружеское общение, благодаря, наверное, тому, что мы как раз таки в международных мероприятиях, проектах вместе участвовали. Вот первый проект, в котором мы приняли участие, это университет, в котором работает Айгерим, Кыргызский национальный университет Бала Сагына, Евразийский национальный университет, это был КАКТЛ-проект. КАКТЛ – это аббревиатура, которая расшифровывается как Центрально-Азиатский центр по преподаванию, обучению и предпринимательству. Данный проект был фондирован, то есть финансирован Европейской комиссией. Если вы знаете, работают преподавателем в учебных заведениях, знают, что есть такие программы, как раньше были это Tempus, потом Erasmus, сейчас это был Erasmus+, который вот в этом году уже закругляется, завершается. Так вот, КАКТЛ – это был проект, который организован в рамках вот как раз-таки политики распространения образовательной политики в странах СНГ, Центральной Азии от Европейской комиссии. Значит, у нас были три... Основным координатором проекта выступил австрийский университет, это Университет экономики и бизнеса Вены, то есть наши основные координаторы были из этого университета. Кроме того, у нас также были два университета, точнее еще три. Это Университет Ла Корония, это Университет Фридриха Александра в Нюрнберге и еще один университет, Айгерим, напомню, в Испании. Также университет... Испанский университет, да, Ла Корония. Кроме этого, это были девять университетов из трех центрально-азиатских государств. Это Узбекистан, три университета в Ташкенте, в Фергане и в Бухаре. Это три университета в Бишкеке, в Кыргызстане, и три университета из Казахстана. Это Нархот. Значит, что мы делали в рамках этого проекта? Задача наша была организовать центры, внедрить их в университетах, что и сделали все девять университетов в Центральной Азии. Но цель этого проекта была как раз таки развитие предпринимательского образования, развитие предпринимательских навыков, знаний у студентов. Это профессионализация преподавателей, то есть повышение их квалификации через обучение, и также это обучение и профессионализация сотрудников компании. То есть задачи у центра, они такие были большие, и расширения, когда центры могут выйти за рамки работы только внутри университета, а работать на региональном, национальном и международном уровне. Ну и плавно, так сказать, когда уже три года мы в проекте поучаствовали, проект успешно был завершен, и он признан одним из лучших проектов Европейской комиссии, которые были реализованы в Центральной Азии. Следующий проект, в котором мы обратно же по воле случая оказались вместе с Айгерим, это вот Айгерим сейчас сама расскажет об этом проекте, и вот в рамках этого проекта мы организовали сегодняшний вебинар. Айгерим, пожалуйста. Спасибо большое. Следующий проект, в котором мы участвуем, называется Creative Spark. Creative Spark — это пятилетняя инициатива Британского совета по поддержке международного сотрудничества между университетами Британии, Великобритании и университетами Центральной Азии, Южного Кавказа и Украины. В рамках Creative Spark этого проекта есть три цели. Одно из них — это повышение квалификации преподавателей, второе из них — это развитие предпринимательских навыков, и третье — это развитие английского языка в этих странах. Если брать по повышению квалификации, то есть до этого были озвучены университеты, с которыми мы сотрудничали в проекте «Какталл», то есть мы принимали их опыт. Также мы поделимся теперь видением, если брать британских университетов, он немного отличается, и вот как раз-таки мы эту параллель будем с вами раскрывать. Какая же есть разница между европейскими, так скажем, общими и британскими университетами. В рамках Creative Spark Яну сотрудничает с Oxford Brookes и университетом Birmingham. Мы же сотрудничаем с университетом Middlesex. И в рамках Creative Spark мы, опять же, это инициатива Armiage, мы сотрудничаем все вместе и проводим такие международные вебинары, международные конференции проводили в прошлом году и получаем хорошие результаты. Если перейти дальше, у нас будет два дня тренинга, как вы знаете, и вот хотела бы еще раз сказать, что очень важно принимать участие что на первый день, что на второй день, потому что сегодня мы будем говорить про основы, а именно интерактивные методы и цифровизация обучения будет на следующий день. Также сертификаты будут выдаваться тем участникам, которые будут принимать участие в обеих днях. С сегодняшнего тренинга ключевые вопросы — это именно какие элементы теории обучения существуют, что такое вообще дидактическая концепция CACTL, и рассматривать будем дидактическую концепцию CACTL как ключ к креативному преподаванию. Если же брать наше вступление тренинга, вообще преподавание и роль, так скажем, преподавателя в современном мире, она очень большая, и идет очень много дискуссий, как же она должна выглядеть в современном мире. Если говорить про преподавание, мы говорим про разные методики, и разные методики преподавания зависят прежде всего от самого преподавателя. Какие цели он для себя ставит, и какие цели обучения он ставит для своих студентов. И мы хотели бы вам показать видео. Видео — это именно краткий отрезок от вопросов и ответов, именно обрезок с выступления Татьяны Чернигурской. Она является доктором биологических наук. И вот... ...выводов. Как вы должны учить детей? Как должны выглядеть университеты? И, понимаете, не нужен... Можно я приведу пример? Я когда училась в университете, на первом курсе была одна преподавательница, которая приходила с жёлтой, как сейчас помню, такой брошюркой, которую она сама написала. Она её открывала и читала. Я думала, милости вы, Боже, какой чёрт я проходила 30 человек на место, был конкурс, когда я поступала. Наверное, я умею читать, если я прошла такой конкурс, правильно? А какой чёрт мне ехать в другой конец города, чтобы слушать, как она читает книжечку, которую она сама написала? Я вообще могу лежать на диване, конфеты есть, эту книжечку прочесть за полчаса. То есть, если это усилить, то преподаватель или учитель, который просто приходит излагать знания, вот пусть меня все коллеги проклянут сейчас, он мне нужен. Не нужен. Потому что эти знания добываются другим образом. Нужен тот, который... Спасибо. Нужен тот, который объясняет, что, который, во-первых, то, чем мы занимаемся, это вирус, я уверена, это зараза. Вот как бы нужно их заразить. Если ты поймал капкан, всё, дело пошло. Им почему-то должно быть это интересно. Если им не интересно, это пустое дело. Нечего и время тратить, и деньги на это тратить. Это должны быть преподающие люди, которые объясняют вещи, которые комментируют вещи, провокационно объясняют, вызывают у детей, тем более у студентов, даже не знаю, кому тем более, может быть, у детей тем более, вызывают протест, вызывают то, что нет, этого не может быть. Это именно должны быть люди, у которых ещё не забыли. Мы с вами посмотрели видео. Я надеюсь, у вас возникли какие-то вопросы к видео, как же вообще и роль этого преподавателя. Вы можете согласиться с доктором Татьяной Чернигорской, так же и не согласиться в каких-то моментах. И вот как раз-таки роль преподавателя в современном мире и какие методики он может применять, мы будем с вами обсуждать вот эти два дня тренинга. И в конце второго дня вот как раз-таки мы хотели бы обсудить после двухдневного тренинга, на ваш взгляд, как же выглядит теперь роль преподавателя в современном мире. Следующая часть про теорию обучения расскажет Армиаш. Да, да, спасибо большое. Наверное, просмотренное вами видео должно навести на всех нас на такой вопрос, а правильно ли мы делаем то, что мы делаем? А получаем ли мы реальные результаты из того, что мы делаем? Как это работает, наше пост обучение, да? То есть мы пришли в класс, отработали свой час, и мы, наверное, не всегда у нас есть достаточно времени для того, чтобы просто проанализировать результат обучения. Немаловажно. Вот в этом плане применение теории обучения, то есть вот зададимся вопросом, что это такое теория обучения, это очень важный аспект, на который необходимо обратить внимание. Я думаю, большинство коллег, которые сегодня присоединились к нашему вебинару, особенно та часть, которая получила педагогическое образование в университете, они, наверное, знакомы с теориями обучения, но лично мне, как специалисту в области экономики, который закончил и получил квалификацию не преподавателя, не педагога, а специалиста, квалифицированного экономиста, то для меня это был несколько такой сложный момент, когда я начинала преподавать в университете. Почему? Потому что вот именно знания педагогического мастерства, педагогики, самой методики преподавания, дидактики, они вот на специальностях такого вот аспекта преподаются, как бы очень обзорно, либо вообще не преподаются, то есть фокусируют внимание в основном на специальности получаемой. Поэтому что такое теория обучения? Как мы можем применить их в нашей педагогической практике? Это тот вопрос, который мы сегодня должны сейчас себе задать. Среди множества существующих теорий обучения можно выделить три основных. Это бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм. Несколько сложное, наверное, для восприятия. Вы сейчас скажете, ну, какие-то скучные вещи собираются нам сегодня рассказывать в течение часа, но ни один преподаватель, ни один педагог не может игнорировать такие элементы преподавания, педагогика, на котором сегодня строится сам процесс преподавания в университете. Еще когда-то великий Платон говорил, как может человек получать знания, если сам предмет для него является новым. То есть мы говорим здесь о том, что теория обучения – это знания, которые получаем мы через опыт. И если говорить о теории обучения, то это набор принципов, которые объясняют, как лучше всего студент может получить, сохранить и вспомнить новую информацию для того, чтобы применить ее уже на последующих своих шагах. То есть это последующее обучение. Наш студент, выходя из нашего класса, с помощью знаний, которые он получил сегодня от нас, может их применить как на следующих, последующих дисциплинах, он применить может их после обучения в университете, на следующих стадиях обучения. И также есть такие предметы и дисциплины, мы их называем спецдисциплины, обязательные дисциплины по специальности, когда он получает знания, хорошо закрепленные в его голове, в его памяти, и он может использовать его уже на практике, в практической деятельности. Вот наша с вами задача как преподавателей работать именно в этом направлении, когда мы преподаем, учитывать вот эти вот факторы, принципы обучения. Как известно, вот знания – это основа теории обучения, которую мы передаем как преподаватели, как педагоги. Но знания могут влиять на поведение обучающегося, а могут и не влиять на поведение обучающегося. И те знания, которые хранятся в его памяти, именно… Следующий слайд можно, да? Именно в какой из ящиков памяти хранятся его знания – это очень важный элемент, куда мы с вами закладываем знания, которые мы даем сегодня на уроке. Важно знать, что если вы видите на ваших парах, что студенты, да, чего-то конспектируют, записывают, наблюдают, вы все время играете соло, то есть у вас главная роль в процессе преподавания, то будьте уверены, что в данный момент у студента работает только кратковременная память, которая будет способствовать ему очень короткий промежуток и промежуток времени он будет держать ее в своей памяти. И если мы не будем помогать ему в дальнейшем его закреплении, то кратковременная память, как правило, через какой-то промежуток времени, даже несколько секунд, там около 30 секунд и меньше, она стирается, потому что идет новый поток информации, мы не закрепили важные элементы информации у него в голове. Поэтому если вы видите, что студент записывает и наблюдает, будьте уверены, что выйдя из вашего класса, студенты, как правило, мало чего запомнят из того, что он получил на вашем занятии. Вот как нам с вами сделать так, чтобы мы могли с вами из кратковременной памяти помочь нашему студенту переместить эти знания в долговременную память? Здесь существует такой момент, как рабочая память, когда мы можем активизировать информацию, полученную студентом и заложенную в кратковременную память. А кратковременная память, она имеет очень мало бит. Бит, вы знаете, да, что это такое. Это объем памяти, мы говорим, да. Она имеет очень маленький объем памяти, поэтому наша задача с вами с помощью рабочего такого процесса, который мы организовываем в классе, помочь ему сохранить ее уже в долговременном ящике памяти. Как правило, большинство нашего обучения в классе сосредоточено на том, чтобы просто уложиться в свои 45 минут и, как бы, уходя из класса, мы не задаемся вопросом. Так, а что я сделал для того, чтобы закрепить сегодня эти знания? И здесь очень важна мотивация студентов, учащихся в ваших классе, к тому, чтобы побуждать их закреплять полученные знания, переместить их из кратковременной памяти в долговременную. Вот, кстати, если возвращаясь к нашему школьному обучению, то большая беда школьного обучения в том, что многие преподаватели, к сожалению, работают над тем, что просто выкладывают информацию и не мотивируют своего учащегося, обучающегося к активной какой-то деятельности. Что такое активация рабочая память, которая поможет закрепить? Когда вы можете мотивировать студентов при помощи их активного участия на занятиях? Есть масса способов активизации знаний студентов. Позже мы об этом тоже будем говорить, уже блоками отдельными. Я сейчас на этом не буду останавливаться. Но здесь очень важный такой момент, на котором я хотела заострить внимание. Наша с вами цель, чтобы мы с вами помогли студенту из кратковременной памяти переместить полученные знания в долговременную память, что будет потом им использоваться и применяться в дальнейшем. Вот если этого момента нет, если это упущено, то слова Татьяны Черняговской о том, что это бесполезно и этого не надо, как раз таки вот она утверждает об этом, когда мы не работаем над долговременной памятью нашего студента. Так, дальше идем. Что у нас есть? Вот сейчас мы с вами просмотрим обратно же короткое видео. Это то, о чем мы с вами говорили сейчас, о памяти, насколько память у наших учащихся, она ведь, смотрите, у всех даже вас, когда вы сидите сейчас, слушаете нас, у всех разная память, разный объем памяти, разные виды памяти работают. То есть у кого-то зрительная хорошо работает, у кого-то слуховая, у кого-то механическая память и так далее. То есть когда мы готовимся к своему занятию, нам очень важно учитывать эти элементы. И сейчас видео, которое мы продемонстрируем, мы просим внимательно посмотреть вас, и вот там будут титры, все-таки на английском, но я сейчас вам заранее скажу. Вам нужно будет посчитать количество ударов мячом, передач мячом, которые сделали игроки в белых футболках. Пожалуйста, Агири, можно включить проигрывание? Идет? Нет, не идет, я не вижу. Хорошо, Тон. Ильяс, можете нам включить видео о Манке Бизнеса, как он называется. Или давайте я сейчас. Может, через компьютер надо? И через слайд. Давайте я через компьютер все быстро включу. Угу. Манке Бизнеса. Еще раз хочу напомнить, вы должны посчитать, сколько пасов передадут в белых футболках. Спасибо. Надеемся, что все посчитали в белых футболках. И ответ... Плюс еще один фактор, на который, возможно, кто-то из вас успел обратить внимание, что в конце этого видео один игрок в черной футболке покидает игру. Теперь оцените, насколько в процессе этого проигрывания видео работала ваша память. Что вы смогли увидеть, на чем концентрировали внимание, и как это для вас было восприятие этой информации работало. То есть одни смогли увидеть и посчитать только количество пасов. Хорошо, если это правильно посчитано. Кто-то заметил, не успел посчитать пасы, но заметил обезьяну. Но очень малое количество людей замечает, что один покинул, и что занавеска позади поменялась. То есть, зная вот эти вот свойства памяти, мы можем использовать их также при подаче нашего материала, в процессе нашего преподавания мы можем использовать эти знания также и в классе. И обратить необходимо внимание на то, что действительно память и свойства памяти, они работают с ним всегда одинаково. В вашем классе может быть 100 учеников, может быть 10 учеников, но каждый из них запоминает по-своему. Уровень усваиваемости материала у них тоже разный. Поэтому, когда мы готовимся с вами к любому занятию, мы должны учитывать эти факторы и наши задания, наша информация, которые мы подаем во время занятия, они должны быть рассчитаны именно на разные уровни восприятия ваших учеников. Следующий, можно слайд? Давайте прокрутим сейчас один раз видео, чтобы посмотрели. Если вы здесь замечаете, то фон получается у нас красный. Цвет занавесок. Вот выходит наша обезьяна, покидает одна девушка из другой команды. И в конце фон стал желтым. Спасибо. Еще один момент, на который мы хотели обратить внимание, это волшебное число 7. Чанг. Это возможность нашей памяти запоминать определенные фрагменты из того, что мы увидим. То есть, когда мы не запоминаем все полностью, а запоминаем отдельные какие-то элементы, единицы того, что мы могли увидеть. И зависит она от того, как это все было представлено и от того, какие знания мы получили раньше. То есть, есть такое понятие, как предыдущие знания. То при составлении вами информации для занятий. Информация, я говорю, это сам материал, который вы подаете. То есть, когда вы создаете эту информацию, вы должны как раз-таки учитывать предыдущие знания ваших студентов, то, чему они научились до этого, и продумать, как вам представить информацию для того, чтобы они лучше запомнили эти материалы. Теперь вот перед вами, здесь вы видите набор количества букв. И обычно, когда мы работаем вот face-to-face, то есть в классе, да, с нашими преподавателями, то мы включаем вот, например, одну из этих линий, показываем ее 30 секунд и говорим, пожалуйста, вот запомните за 30 секунд, что есть, и попробуйте воспроизвести это уже на листке бумаги, сколько букв вы из линии запомнить смогли. И здесь как раз-таки различные свойства памяти включаются в моторике, да, то есть когда мы видим результат, одни могут запомнить всего три первые там буквы. Ну, максимально это 7-8 символов, которые могут запомнить наши слушатели, или же обычно они используют такую технологию, которая помогает им запомнить, это когда используются какие-то знакомые слоганы, знакомая аббревиатура и так далее, которая помогает запомнить как можно большее количество информации. Это вот как раз-таки, это правило как раз-таки можно использовать при обучении, то есть когда мы знаем, что есть такая фрагментированная память, да, у человека, и мы будем фокусироваться на фрагментированной памяти, которая будет способствовать тому, что материал, усвоенный в этом фрагменте коротком, он унесет с собой очень далеко. Но как раз-таки говоря о памяти, вот здесь вот необходимо, да, да, можно следующий слайд, Игорь, спасибо. Необходимо ответить на один вопрос, вот задайте себе вопрос, здесь вот перед слайдом вы видите информацию, но все же, как думаете, сколько минут на вашем занятии студенты могут запомнить из того, что вы начали говорить, вот с момента начала и до конца. Ими называют совершенно разные безумные количество там времени, там 30 минут, 15 минут, 10 минут и так далее, но в действительности вы видите, что емкость памяти составляет всего 30 секунд, да, и учащиеся 90% информации, как правило, забывают сразу же после того, как они покидают класс в течение 30 дней, то есть если вы не напоминаете им, не отрабатываете в форме домашних заданий, не отрабатываете на последующих занятиях, как предыдущие знания, повторяете их, то эта информация, она просто-напросто забывается учениками вашими. И очень важно знать, что первые 10 секунд то, что вы даете, оно закрепляется как раз-таки в памяти очень хорошо. И говоря уже о свойствах памяти, мы сейчас с вами уже заканчиваем, обратили, наверное, внимание, с чего мы сегодня начали свой вебинар, это практически первым слайдом у нас был Шварценеггер. Я думаю, что когда вы зададитесь вопросом, а что мы сегодня изучили, вы все равно вспомните этот слайд про Шварценеггера, вы вспомните это видео про Татьяну Черниговскую, вы вспомните видео про Манки, и все равно произведение того, что было дано в процессе комментария к этим видео, к этим слайдам, у вас оно будет восстанавливаться в памяти как таковой. То есть очень важно то, как вы начнете свое занятие, как вы сможете в первые секунды, как сказать, сфокусировать внимание своих обучающихся на предмете изучения. Возвращаемся к теории обучения. Мы сказали о том, что существует три основных принципа обучения. Бехевиоризм. Можно следующий слайд, да, Герима? Бехевиоризм, когнитивизм и конструктивизм. Вот говоря о бехевиоризме, необходимо отметить, что от слова behavior, поведение, да, кто знает английский, кто знает лацинь, кто может определить это, то бехевиоризм, он как раз-таки основан на поведенческом восприятии человека, какой-либо информации. Вот вспоминая того же Павлова, перед тем, как кормить свою собаку, великий там ученый Павлов, он всегда брал колокольчик, звонил колокольчиком, и у собаки начиналось слюноотделение, она знала, что в это время после колокольного звона ему подается еда. То есть вот здесь мы видим реакция, рефлексия, да, когда он знает, что раз колокольчик прозвенел, ему нужно подготовиться, потому что будет подана еда. То же самое для того, чтобы вот именно в блоке бехевиоризма правильно отработать со студентами вот эту теорию обучения, правильно ее применять, вы можете, например, выработать некоторые такие привычки в вашем классе, которые помогут вашим ученикам, не говоря вам уже словесно, прочитывать с помощью даже вашего поведения в классе, то, какой посыл вы несете, какую информацию несете своим ученикам. Например, ну из своего собственного опыта я могу сказать, если становится слишком шумно в классе, то есть когда вы преподаете вне зависимости лекции это или семинар, мы знаем, что в университетах лекции это очень большие аудитории с большим количеством участников. Семинары это как минимум 15, там 30, 40 учеников, да, у вас в классе. Но тем не менее, когда становится слишком шумно, ну моя тактика, например, я просто замолкаю. Я замолкаю, держу паузу, и тогда мои ученики, мои студенты, они привыкают к тому, что это знак того, что они слишком шумят, и надо было уже как-то потише себя повести. То же самое вы можете выработать какие-то привычки, которые будут говорить вашим ученикам какой-то посыл. То есть если, например, вы также приучаете своих студентов к тому, чтобы они были более активны, вы можете дать им задание, и в то же время вы можете с помощью ваших каких-то вот поведенческих таких, это даже не манеры, наверное, поведенческих каких-то посылов способствовать и мотивировать ваших учеников тому, чтобы они приняли более активное участие в том задании, которое вы, например, им предлагаете. И я вот в этой схеме, которую вы увидите перед своими глазами, вы можете увидеть, что есть такие раздражители, как раз таки то, о чем мы с вами говорили, то, о чем я выше сказала, о той реакции собаки Павлова на кормление, когда есть раздражитель, это колокольный звон, и когда есть реакция соответствующая, мы говорим о реакции, это когда у него начинается определенное отделение для приема пищи. Принцип этот точно так же он работает в классе, то есть когда вы можете использовать и предыдущие знания учеников ваших и использовать ваши поведенческие какие-то принципы к тому, чтобы побуждать их восприятию информации. Если вы, например, есть такое поведение у преподавателей, как жестикуляция, мы говорим, зрительный контакт и так далее, то есть это такие факторы немаловажные, которые могут помогать вам в процессе вашего преподавания. Это не то, когда просто преподаватель встал за кафедрой или за своим столом. Есть у нас, кстати, такие случаи, когда то, о чем говорила Черниговская, могут просто, сидя за столом, проводить целые занятия, целые лекции, целые семинары, то тогда такие занятия – это практически попусту потраченное время как преподавателя, так и его ученика. Поэтому, чтобы этого не было, нужно учитывать вот такие свойства, когда с помощью своего поведения даже, своих каких-то жестов, своих движений в классе, когда вы перемещаетесь вдоль своего периметра, преподнося информацию своим студентам, это может очень хорошо фокусировать внимание студентов. То есть, когда они не просто наблюдают за сидящим преподавателем за столом, они могут, конечно, намечать, что вот он встал, что вот он здесь прожестикулировал, здесь он сфокусировал внимание на мне, значит, мне нужно более собраться и слушать более внимательно. То есть, такие вещи, они реагируют положительно на восприятие информации в целом. Вот, собственно говоря, это вот теория бихевиоризма. Вот когнитивизм. В отличие от бихевиоризма, это когда вы фокусируетесь на идее, что учащийся обрабатывает полученную информацию и реагирует на нее через какие-либо стимулы, как в случае там, например, с бихевиоризмом. Здесь вот вы видите на нашем слайде такую интересную курочку, которая собирает как бы корм червячков. Это есть как раз-таки та информация, которую он получает. Вы вводите информацию, и он ее получает в виде корма червячков из почвы. И он ее перерабатывает и обрабатывает. И что курочка в итоге приносит, когда она кушает? Она с вами чувствует свежий воздух, получает и так далее. Она приносит золотые яички. То есть нашими золотыми яйцами с вами в случае данного должны быть знания студентов, закрепление материала, мотивация студентов к действиям и так далее. Студенцы также должны иметь предварительную базу знаний. Это я обратно возвращаюсь к тому, что мы говорили о том, что есть предыдущие знания, на которые всегда необходимо обращать внимание перед началом вашего занятия. И если говорить о когнитивизме, как о таком принципе, при теории обучения, то он очень хорош в том, что вы можете получить результаты через качественно поданную информацию. И результат, который вы получите, то есть яйца это будут простые или золотые, тоже зависит от вас. То есть насколько будет качественная, насколько будет полезная и запоминающаяся информация, поданная вами, такой результат вы получите от студентов. Следующее у нас идет, Айдерима, конструктивизм. Конструктивизм – это уже предусматривает такое обучение познавательное, когда информация обрабатывается самим студентам. И если проще говорить, когда вы побуждаете их до действия через активацию их знаний, через активность их на занятиях, то есть когда вы даете им, ну вот просто на простом примере я говорю, да, как конструктивные такие методы обучения, это когда вы даете какие-то групповые задания на занятиях, когда вы можете проводить с ними какие-то общие дискуссионные вещи. То есть здесь студент, получив от вас информацию, он может ее переработать и уже преподнести ее вам в виде результата при обсуждении этого материала на тех заданиях, которые вы даете в классе. И здесь вот конструктивизм, он чем хорош? То есть студент, он размышляет, он вспоминает информацию, которую он получил в процессе занятия, он начинает ее переваривать, он осмысливает ее, и он думает, как же может он применить уже полученные знания вот сейчас для того, чтобы выполнить задания. То есть конструктивизм – это тоже как бы такой принцип в обучении, который будет способствовать результативности обучения ваших обучающихся. И, наверное, полезность вот всех этих трех теорий обучения в том, что они до сих пор являются актуальными, они до сих пор являются рабочими в классе. И при том, когда мы с вами готовим свои материалы к занятиям, мы хотим, чтобы наши студенты были активны, мы хотим, чтобы наши студенты выходили с багажом знаний с каждого часа, отработанного с вами, то мы как раз-таки должны соответствовать построению нашего занятия трем этим принципам бихевиоризма, конструктивизма и когнитивизма. Вот. Следующий у нас материал, Айгерим. Айгерим сейчас вам объяснит о таксонами БУ. Я думаю, что большинство из вас знакомы с этим блоком в педологическом мастерстве, но Айгерим как раз-таки напомнит вам об этом. Айгерим, пожалуйста. Следующая тема. Но в таксономии БУ. Блума мы будем больше говорить о дидактической концепции, да, КАКТЛА, и как она была предложена нашими партнерами, то есть европейскими партнерами. Переосмысленная вариация таксономии Блума, то есть если в старом, так можно, наверное, сказать, варианте в таксономии Блума самой наивысшей точкой является оценка, то в переосмысленном варианте таксономии Блума самой высшей, так скажем, степенью является создание чего-либо. Если брать таксономию Блума, то есть все... Сегодня мы, конечно, собрали и PHD, да, студентов, магистрантов, которые хотят преподавать, то есть для них эта информация может быть новой. А для тех, которые уже давно преподают, то есть вы с ней уже знакомы очень хорошо, и большинство преподавателей при создании своей рабочей программы сейчас все, так скажем, да, с учётом стандартов образовательных, мы должны их применять. В случае же, если брать, допустим, для меня было открытием то, что мы в основном таксономию Блума использовали только при рабочих программах, да. В случае, если брать теорию Венского экономического университета, Венского университета экономики и бизнеса, то есть они применяют таксономию Блума для каждого занятия, во-первых, да. Вы должны определить и выявить свои цели через таксономию Блума, через их глаголы, и также все элементы урока, которые мы будем далее говорить, то есть мы будем возвращаться к этой таксономии Блума. В элементах каждого урока тоже так же должны выстраивать цель только через неё. Если брать британский метод, то есть в британском методе все дисциплины, то есть они также рассматривают через построение цели, через таксономию Блума, и также считают, что наивысшей степенью всегда должно быть создание чего-либо. Если брать таксономию Блума, то есть, конечно, есть на каждом их шаге, поэтапно, если рассматривать, в концепции, то есть в каждой дисциплине есть свои компетенции, которые вы вырабатываете. Поэтому очень часто говорится о том, что вот, допустим, я пока была замдеканом, и вот мы сейчас, и вот как преподаватель кафедры, то есть мы часто обсуждаем, что нужно вырабатывать все компетенции каждой дисциплины и вот даже каждого урока, вот как раз Армяш говорила про предыдущие знания, мы должны вместе, то есть мы должны выстраивать то есть топики даже каждой дисциплины и вот каждое занятие с учетом того, что они проходили. И вот на каком моменте, допустим, возможно, они там не достигли какой-то, допустим, шага в таксономии Блума. В учетах построения в целях, допустим, в элементах урока, то есть они, конечно, более проще. Если же рассматривать как рабочие программы, да, УМК и так далее, то есть это построение должно идти на уровне кафедры, то есть все преподаватели соответствующих дисциплин, допустим, базовых дисциплин, на основе которых идут дальнейшие дисциплины, допустим, основы маркетинга, да, и потом они проходят на третьем курсе, допустим, управления маркетингом, да, то, соответственно, конечно, все эти преподаватели, которые ведут эти дисциплины, вместе должны выстраивать, да, какие-либо цели обучения через таксономию Блума. И какие, допустим, топики, они, допустим, не достигли шага оценки и не достигли шага создания, то есть оценки, вот именно шага создания, конечно, не все дисциплины, да, вот часто бывает про это дискуссии, что не все дисциплины могут прийти к этой компетенции, да, именно про создание, но если брать методику, ту, которая идет вот в Венском университете, да, и идет в британских университетах, то есть они все-таки настаивают, что в каждой дисциплине, в каждом, допустим, задании, вы должны к нему приходить. Посредством чего же приходить? Посредством заданий, которые вы даёте на своих занятиях. А как эти задания давать, какие методики интерактивные вы можете использовать, мы про них вот как раз-таки будем далее говорить. Здесь мы его поставили, и вот хотела бы как вводную часть именно сказать, потому что она очень важна, и мы к ней будем всё время возвращаться. Поэтому хотела просто напомнить. Если же говорить про дидактическую концепцию кактал, дидактическая концепция кактал была построена теми командами, которые были в проекте. И здесь важно отметить, что в университете Нюнберга, в университете Аберте де Каталуния и в университете экономики и бизнеса Вены то есть у них уже есть центры повышения педагогических навыков, цели повышения именно качества преподавания. И у них отработаны и есть уже материалы. Если же брать то, что мы разработали вместе в рамках проекта, то это является именно дидактическая концепция кактал с помощью всех, скажем, вклада всех университетов и как они это видят. Если брать дидактическую концепцию кактал и центр повышения квалификации университета Вены, то каждый урок, занятие должны быть разделены на следующие элементы. Это вступление, информация, задания и заключения. Если брать, кстати, хотела бы сказать предисловие, Венский университет экономики и бизнеса, кстати, они не делят, как у нас, допустим, на семинарские лекции. То есть у них все занятия проходят как пары. И вот часто мы, допустим, говорили про лекции, и мы предполагаем, что это большая аудитория, и преподаватель только является центром. В случае же, если брать дидактическую концепцию кактва, то все занятия, вне зависимости, это семинарские или лекция, должны быть разделены на следующие элементы. А разделение теперь на эти элементы, они несут определенные функции. И вот какие функции в них разложены, то есть здесь как раз-таки вы видите, что вступление — это именно представление материала путем решения каких-либо проблем. То есть вы должны вызывать какие-то эмоции. То, что говорила Армяш, как раз-таки, что 10 секунд вступления очень важны, вот что запомнит ваш студент. Можно это вот именно представить посредством проблемных ситуаций, каких-либо, да, кейсов, картинки. Мы с вами сегодня Шварценеггера видели, да, и вот проблематику. Или через ключевые вопросы. То есть в начале тренинга тоже мы про них говорили. А также есть вторая часть, самая важная и отдельная, это информация о материале. То есть как раз-таки как вы преподносите свой материал. Преподнесение материала мы тоже будем сейчас каждую из них раскрывать. Следующее идёт задание, и далее идёт фидбэк и заключение, да. И я вам хотела бы, мы вот хотели бы вам показать пример, как можно составить план занятия. План занятия по теории, скажем, Венского университета экономики и бизнеса, каждое занятие должно иметь свой план. План помогает вам структурировать, так скажем, да, по времени сперва, как вы хотите разделить, да, на каждый вот именно элемент вот этого урока. Также вы должны продумать, скажем, да, кто будет участниками в каждой части, и также продумать про медиа. Медиа и вообще какие-то вспомогательные материалы очень важны, то есть при плане занятий, потому что если вам, допустим, на занятии в части задания нужен флипчарт, то есть вы должны обязательно подумать, есть ли он у вас, в какой аудитории это идёт, есть ли какие-то вспомогательные, допустим, маркеры и так далее, всё вот это в наличии у вас. Если посмотреть, то есть на вот этот план занятий, вы можете заметить, что на именно задание даётся большее количество времени. Опять же, согласно дидактической концепции кактва, да, самое большое время вы должны уделять на задание. Для того, чтобы вот как раз-таки мы говорили про титу памяти, да, для того, чтобы активировать вот эту рабочую память, вы должны максимальное время из того, что вы, у вас есть, да, в качестве пары, то есть делить именно на вот это задание. Если ещё говорить про план занятия, то есть он является обязательным, теперь если рассматривать часть административной, да, в Венском университете экономики и бизнеса для каждого преподавателя он является обязательным. То есть всегда все пары начинается с того, что преподаватель заранее высылает студентам план занятия, как он будет идти, то есть и студенты ознакомлены. Также эти планы занятия у них хранятся для того, чтобы показывать в случае каких-либо проверок, да, с административной частью университета. А про часть теперь вступления, именно что нужно, так скажем, показывать в вступлении. Если говорить про вступление... Подождите, Айгерим, давайте я вам помогу. Наверное, вот то, что вы услышали от Айгерим, вот как планировать своё занятие, это важный очень аспект, то, как вы поделите свои 50 минут. 50 минут – это по университетам нашим, казахстанским, я говорю, в основном 50 минут у нас идёт занятие. Как эффективно распределить своё рабочее время для того, чтобы каждый блок вашего структурированного занятия был продуктивным. Поэтому, если вы заранее просчитываете, что ваша там водная часть займёт там столько-то минут, основную информацию вы подадите за 15 минут, то это очень здорово, потому что тогда вы не будете беспокоиться о том, что вы можете чего-то не успеть дать, если у вас не хватит времени, или наоборот, например, если у вас не достаёт времени, чтобы вы могли проигнорировать и не дать какую-то информацию. Вот Айгерим вам очень хорошо представила план занятия, который всегда помогает преподавателям вот, наверное, в рациональности времени, расчёта времени, пока вы преподаёте. И сейчас самый такой, наверное, интересный блок будет для вас начинаться, действительно, как для преподавателей нужный блок. Как же отражать или представлять каждый из разделов своего занятия, чтобы это было, во-первых, результативным, эффективным, качественным, и, конечно, закрепилось в памяти, да? Вот если мы говорим о первой части, это вводная часть, то с чего преподаватель начинает? Кроме того, что вы вошли и поздоровались в аудиторию, если современная методика сегодня работает во всех наших университетах, то вы заранее высылаете студентам силабусы, на основе которых они знают тему сегодняшнего занятия, о чём они будут говорить. И это очень прекрасно, потому что ваши студенты, как правило, в идеале, они приходят уже подготовленными, то есть они прочитали какую-то информацию важную, они знают теоретический блок этой темы и так далее. И тогда вам, как преподавателю, не стоит тратить время на забивание головы студентов теоретическим материалом, а вы работаете уже над тем, чтобы закрепить этот материал, используя все какие возможные практические элементы преподавания. Вот если говорить о введении, то введение, оно раскрывается с помощью проблемы, проблемы по теме. Самый лучший, наверное, способ, когда вы можете преподнести тему, когда вы начнёте рассказывать тему с какой-либо проблемой. Например, сегодня, что мы с вами сделали, мы включили вам видео, на котором доктор, не нашим языком, но сама рассказала о проблеме, существующей сегодня в системе преподавания. И здесь мы сразу задались вопросом. Действительно, это очень актуальный вопрос. Нужно работать всем нам над качеством, над тем, как мы преподаем, какие результаты мы получаем. Вот смотрите, это первое видео, которое вы увидели, оно, конечно, для нас, мы его прокрутили очень долгим, потому что нам нужно было, чтобы вы прослушали всё, что она говорит. Но для студентов вы можете использовать подобные вещи, очень короткие какие-то заметки на первые, там, несколько секунд, там, пусть 20 секунд и так далее, когда вы расскажете о какой-то проблеме. В помощь могут использоваться все возможные элементы, которые вы, как преподаватель, можете применить на своём занятии. Будьте креативны, включайте свою креативность на максимум, на каждое своё занятие. И тогда вы увидите, что результат работы с вашими студентами, он улучшился. Почему? Потому что, например, говоря о себе, когда я готовлюсь к дисциплине, которые я веду там не один год, например, а два-три года, но тем не менее, после обучения в Кактелл я пересмотрела многие свои слайды, материалы и так далее, которые я преподаю, то мне, например, для подготовки к одному 50-минутному занятию, для того, чтобы подготовить даже слайды презентационные в количестве 8, иногда максимум 10 штук на 50 минут, у меня уходит около 3-3,5 часов времени. И знаете почему? Потому что над каждым слайдом, над каждым элементом материала или рисунка, или картинки, или вопроса, который я располагаю в своём слайде, я очень глубоко думаю, а способствует ли этот вопрос тому, чтобы побудить студента к размышлению, а способствует ли эта картинка к тому, чтобы студент задался вопросом, к чему это мы сегодня изучаем, для чего, что я узнаю и так далее, поможет ли мне это видео, побудить у него интерес и так далее, и так далее. То есть здесь вот свобода для вашей креативности, но очень важен подход к самой подготовке материалов по водному блоку. То есть для чего мы его готовим? На первом уровне памяти студентов в основном собирается тот контент, который мы ему представим. И мы сможем вот в этом блоке с вами связать как раз-таки материал предыдущих знаний и новых знаний, которые мы собираемся ему преподнести. Поэтому при подготовке вводной части, введения, мы говорим, с вашего занятия, необходимо помнить о следующих важных вещах или, мы говорим, элементах. То есть у вас должны быть проработанные ключевые проблемы или вопросы. У вас должна быть определена, почему эта тема важна, почему на ней необходимо заострить внимание, сфокусировать внимание. Потом мы, наверное, с помощью тех же ключевых вопросов можем короткий обзор дать по тому материалу, который мы собираемся дать в нашем занятии. И также мы можем здесь обратить внимание на то, что эта тема новая и какие могут быть интересные узловые моменты в этой теме. Каким образом мы можем донести вот эти вот моменты до наших учеников? Мы можем использовать различные шутки, комиксы. Да, это возможно, потому что, ну, наверное, пора уже отходить от вот этой зажатости преподавателей, когда они считают, что он 50 минут, как робот должен зайти в класс, отработать свои 50 минут, соблюдать дистанцию, соблюдать какие-то элементы строгости и так далее. Но когда вы используете какие-то шутки в процессе даже вашей лекции, обратите внимание, если вы ведете лекцию и заметили, что ваши студенты скучают, если вы можете использовать какую-то шутку, пустить в аудиторию, они рассмеются, повеселятся, то после этой шутки внимание студентов уже будет приковано на вас, и вы можете остальные несколько минут воспользоваться этим моментом и дать основные какие-то блоки информации. То же самое и введением. Вы можете использовать различные комиксы, мультфильмы или карикатуры. Например, для того, чтобы представить такую тему, как маркетинг. Вы знаете, маркетинг – это такая дисциплина очень интересная, но я нахожу ее очень интересной для студентов. Кто из вас ее преподает, то знает, там очень много возможностей для творческого такого подхода преподавателя в преподавании каждой темы. Если вы хотите в маркетинге показать 4P, 4P – это четыре основных постулата маркетинга. Мы говорим продукт, продвижение, место и цена. На английском это 4P. Как их можно представить? Если мы найдем карикатуру какую-то с рынка, где представлены все эти элементы на одной карикатурке и зададим вопросы, правильные вопросы аудитории, то с помощью этой картинки мы сфокусируем внимание, что сегодня мы будем изучать именно цену, продукт, место расположения для бизнеса и продвижение вашего продукта. То есть как бы есть такие элементы, которые будут просто вам помогать в обучении и в закреплении материала. Есть такое понятие, как водная история, когда вы можете использовать какую-то крутую историю из жизни известного человека, например, и так далее, но которая будет как-то взаимосвязана с темой сегодняшнего занятия. И, например, если мы говорим опять же о том же бизнесе и предпринимательстве, там очень легко это сделать, потому что сейчас масса примеров больших, там, великих миллионеров, успешных бизнесменов, которые столкнулись с какой-то проблематикой в свое время, но преодолели эту проблему и вышли там на новую волну успешности бизнеса и так далее. То есть вот такие короткие истории, они тоже способствуют, то есть наводят ваших обучающихся на некое размышление. Можно использовать такой элемент, как принести в класс какую-то вещь. И если мы говорим о том же маркетинге, о продвижении товара, то есть такое понятие в маркетинге, как упаковка товара, реклама продукции через упаковку и так далее. Можно принести в ваш класс, например, несколько коробок одного и того же продукта, который был изменен за несколько лет, например, потому что улучшение упаковки способствует чему? Продвижению продукта, одного и того же продукта, но продвижение его на рынке. Или же мы можем использовать упаковки того же одного же сока, например, апельсинного, но от разных производителей, показать, как они упакованы, как они работают, удобны ли, привлекательны ли вы, привлекательная ли упаковка, как ею можно пользоваться, удобно, неудобно и так далее. То есть это такие наглядные примеры, которые способствуют закреплению материала. И если вы используете это в водной части, то это очень хорошо всегда работает с вашими учениками в классе. Можно подготовить серию вопросов. То есть мы говорим здесь, например, об использовании таких кроссвордных методов водной части. Здесь вы можете, как сказать, проверить их предыдущие знания и в то же время объяснить какие-то новые условия, то есть новые какие-то термины, новые слова, новые выражения, на которых вы будете фокусировать внимание сегодняшний день. И оригинальность материала. То есть чем вы подходите творчески к созданию своей водной части, если вы можете использовать, например, оригинальный товарный чек, оригинальные, например, какие-то элементы из, как мы говорим, из жизни, то это еще даже лучше, потому что это то, с чем сталкиваются сегодняшние студенты каждый день. И такие вещи, они очень хорошо работают для закрепления памяти. То есть здесь необходимо понять, что введение это первое соприкосновение ваших учащихся с темой и оно должно быть ориентировано на проблему, а также быть достаточно мотивирующим, интересным для того, чтобы студент дальше фокусировал внимание, что же нам преподаватель сейчас дальше расскажет. То есть мне стало интересно, да, это маркетинг, это вот так работает, а что сегодня дальше про этот маркетинг нам может рассказать наш преподаватель. То есть понятно, да? И один из важных элементов, вот как я сказала выше, чтобы вводная часть занятия, она также была, как сказать, очень, сейчас скажу, взаимосвязана, вот правильное слово, с ключевыми вопросами темы. Так, значит, мы идем дальше. Ключевые вопросы, да? Ключевые вопросы, для чего они нужны, как их структурировать, как их создавать и как их использовать в процессе обучения, это тоже очень важный элемент. Я просто хочу рассказать сегодня о таких фактах некоторых, когда, ну, это и происходило и со мной, в том числе, в моей прошлой практике педагогической, это не секрет, да, и это было также и в процессе моего обучения на различных этапах, которые я проходила в магистратуре, в докторантуре, когда ты приходишь на занятия, и некоторые добросовестные преподаватели очень внимательно записывают на доске массу вопросов, план занятия, он назывался план, почему-то они вопросы, и он состоял чуть ли не из там минимум 5-6, а то максимум 10 вопросов. И когда ты читаешь их, вот просто мое восприятие как слушателя, то, конечно, ты не фокусируешься ни на одном из этих важных вопросов, ты запутаешься в этих десятках вопросов, перечисленных для тебя, что ты сегодня должен в 50 минут усвоить. Поэтому, когда составляются ключевые вопросы, вот на этой схеме очень четко вы видите, что они должны быть простыми, вопросы, помогают в генерации идеи, хороший ключевой вопрос как раз-таки поможет сгенерировать хорошую идею у студента в голове. То есть, если вы задаете правильные вопросы, если постановка вашего вопроса будет охватывать тот объем материала, который вы хотите сегодня дать, и в конце вашего занятия ваши студенты реально получат ответы на вопросы, которые вы поставили в начале своего занятия в блоке вашего ведения, то как раз-таки это будет работать положительно, потому что это не просто, когда вы представили 3-4 вопроса в начале занятия и забыли о них и завершили занятие. Нет. Каждый раз в процессе своего 50-минутного занятия вам необходимо все время возвращаться к ключевым вопросам, напоминать, что там был такой вопрос, и вот сейчас мы дошли до этого момента, когда вам необходимо спонсорировать минуту. И нужно обратить внимание, когда вы делаете вопросы свои, составляете вопросы, немаловажный аспект имеет тот, момент, что восприятие у ваших студентов вопросов даже может быть совершенно разным. Не задавайте очень сложных вопросов, не делайте их непонятными, не используйте слишком сложную терминологию, не структурируйте ее слишком-слишком тяжело. Например, если возвращаться к нашим вопросам сегодняшним, ключевым, а Герим, можно наш слайд, который ключевые вопросы? Я просто как пример вам хочу привести. Если помните, в начале, когда мы с вами начали вебинар, вы сказали, что мы рассмотрим сегодня на нашем вебинаре, мы рассмотрим вот такие вопросы. То, надо сказать, чтобы подготовить вот эти три ключевых вопроса к сегодняшнему вебинару, началу вебинара, мы с Айгерим немало подискутировали по каждому из вопросов. И сначала, да, это были такие достаточно сложные и заумные вопросы, от которых мы потом в итоге отказались. Почему? Потому что, когда ты задаешь сложный вопрос, он ни в коем случае, как сказать, не будет носить какого-то результата, он не откладывается в голове у слушателей. А когда мы задаем четкие лаконичные вопросы в ключе того материала, который будет представлен, то, насколько бы мы часто не возвращались к этим вопросам, они вам будут очень понятны. Потому что материал, который мы излагаем, он идет строго по этим вопросам. Спасибо, Айгерим. Идем дальше, да? Значит, по ключевым вопросам мы идем дальше. Сейчас, секундочку, слайд наш появится. Для чего нам нужны ключевые вопросы, да? То есть мы здесь на слайде видим, чтобы вовлечь в процесс обучения, да, это правильно, потому что, когда вы задаете правильный ключевой вопрос, ваши студенты понимают, насколько будут интересным сегодня материал, который представит преподаватель. И он заранее знает, на чем ему необходимо сфокусировать свое внимание. То есть здесь еще происходит не просто фокусировка внимания, а еще и пробуждение интереса ваших обучающихся, а с помощью простых ключевых вопросов. Если вы зададите сложный вопрос, то студент, не поняв его, он просто начнет уже, прочитав ключевые вопросы, игнорировать сегодняшнее занятие. Если правильно поставленный вопрос и вопрос, который побуждает интерес, то будет гарантированно, что студент, он все равно акцентирует это внимание. Наверное, у вас часто происходит на занятиях, когда студент может задать вопрос и сказать, да, вот я помню, что там вот в начале стоял вопрос, а вот я хотел бы, чтобы уточнили вы мне все-таки, да, где-то я, наверное, упустил в процессе, пока слушал вашу информацию, все-таки я не понял, как ответить на этот вопрос или где этот элемент, который отражает этот вопрос, вы можете понять это и помочь этому студенту тут же на занятиях, напомнив, напомнив саму информацию содержания этого вопроса, да. Что такое возможность делиться своими мнениями, искать помощь у других? То есть мы должны ключевые вопросы составлять так, чтобы они побуждали студентов к размышлению, не просто побуждали их интерес, побуждали внимание, а побуждали их вот интерес именно к размышлению, то есть они должны думать, мы должны наталкивать их на размышления. Совместное обучение это да, когда есть хорошее обучение, через ключевые вопросы, которые вы задаете, вы можете создать обстановку в классе, когда студент не чувствует себя забытым, когда студент чувствует, что это командная работа и есть взаимодействие между преподавателем и его коллегами по классу, и это все отрабатывается очень активно. Здесь мы говорим об активной части занятия, то есть когда даже ключевые вопросы преподаватель может разъяснить, а не просто сказал, что мы сегодня рассмотрим эти три вопроса. И если мы говорим о ключевых вопросах, то в конце вашего занятия вы должны с помощью этих ключевых вопросов так и определить компетенции, которые получит ваш студент от сегодняшнего занятия. Так, можно следующий слайд? Это очень замечательная схема, я рекомендую вам ее запомнить, фотографировать, я не знаю, как угодно. Ключевые вопросы имеют очень важное значение во вступительной части, почему я вам говорила, что необходимо очень хорошо продумывать каждый вопрос и над тем, как его структурировать, как его составлять, потому что вы видите, да, вот по центру этого слайда, он идет основным таким элементом вашего занятия, который объединяет все блоки вашей структуры занятия. То есть ключевой вопрос, он имеет прямую связь с вашим вступлением. Почему? Потому что мы говорили, что во вступлении ваши ключевые вопросы, они должны помочь студенту проследить связь предыдущих знаний с новой темой, да? Когда вы даете основную информацию, также не забывайте о ключевых вопросах, которые вы поставили в начале вашего занятия. То есть ни в коем случае ваша информация, которую вы преподносите, не должна быть, как сказать, отрешена от вопросов, которые вы поставили в самом начале. Хорошо, когда ваша информация будет закрепляться какими-то практическими примерами. Почему? Потому что мы все знаем преподавателей. Чем больше примеров из практической жизни, из каких-то таких практических навыков мы можем дать для студентов, тем лучше запоминается материал, не просто теоретический материал, а именно на примерах. Также ключевые ваши вопросы должны носить прямую взаимосвязь между вступительной частью информации с заданиями, которые вы даете на свои занятия. То есть задания ваши в конце, когда вы задаете вопросы вашим студентам, выполнение каких-то кратких, очень таких быстрых заданий, они должны помочь им получить ответы на эти вопросы. Вы должны из ваших заданий увидеть, насколько усвоили материал ваши студенты, получили ли они ответы на эти вопросы из материала, который вы им преподнесли. И, соответственно, ключевой вопрос, он взаимосвязан с заключительной частью. То есть в конце занятия необходимо обязательно что делать? Повторить все поставленные ключевые вопросы в начале и постараться ответить на них в заключительной части, сфокусировав внимание на основной информации вашей темы. Что у нас еще, Айгерима? Айгерим, спасибо большое. У тебя сегодня очень сложная работа. Так, значит, как составляются хорошие ключевые вопросы? Вот пошаговая такая, как сказать, для вас рекомендация, то есть найти тему, которая будет вас интересовать, исследовать ее хорошо. То есть прежде чем преподавать какую-либо дисциплину или какую-либо тему, сам, наверное, преподаватель должен очень хорошо разбираться в этой теме для того, чтобы он мог ответить на вопросы, которые могут случайно задать, да, участники из аудитории, для того, чтобы он знал все детали и так далее. И еще третий шаг – начните задавать вопросы. То есть когда вы уже структурируете эти вопросы. Например, для меня это очень огромная проблема, когда я делаю какое-то занятие, подготавливаю, собрать три качественных, хороших вопроса. То есть сначала я их отрабатываю, что интересно, почему интересно и как это должно работать. Потом уже, исходя из этого вот такого, как сказать, черновика, я стараюсь структурировать, собрать какие-то интересные вопросы. Чем интереснее будет звучать вопрос, тем лучше для ваших обучающихся. Почему? Потому что интересные вопросы всегда помогают фокусировать их внимание. Ну а что касается сформулировать и довести до ума, вы сами понимаете, что если вопрос был задан, то через поданную информацию ваши ученики должны получить знание, да, то есть ответы на эти вопросы. Что у нас еще? Информация. Это, наверное, самый такой тоже важный блок. Вообще, если вы обратите внимание из того, что Айгерим, когда вначале представила, да, дидактическую концепцию как-то, что каждый из структурных элементов требует творческого подхода, очень внимательного подхода и детального подхода от преподавателя к подаче информации. Информация – это самый основной материал, который вы излагаете. То есть все до этого, то, что было сказано мной, в вводной части, когда вы раскрываете ее с помощью проблемы и ставите правильные ключевые вопросы. Вот та задача, которую вы должны сделать в вводной части. Сейчас мы подходим к информационной части. Что же вам представить и как представить информацию? Вот эта схема показывает на то, что информация должна быть взаимосвязана со всеми структурными элементами занятия, то есть как с оступлением, так с заданием, так и фидбэком. И мы говорим здесь о конспекте, это как основной материал, который студенты получают от вас. Они могут по-разному воспринимать вашу информацию. Кто-то конспектирует основные элементы, кто-то фотографирует какие-то вещи. Ну, студенты сейчас очень подкованные в этом плане, поэтому иногда и не требуется запись. Но тем не менее, информация, которую вы излагаете, она должна соответствовать ключевым вопросам, как было уже в предыдущей схеме рассказано. И от того, какая она будет лаконичная, четкая, сжатая, без излишней теоретизированности, то это будет делать вашу информацию более понятной и более воспринимаемой. Согласитесь, например, если бы сейчас мы с Айгерим, я знаю, что вебинар – это несколько такой сложный процесс для обучения, потому что даже для меня, для преподавателя, который привык работать с аудиторией, и даже у нас с Айгерим есть очень хороший практический опыт работы на тренингах, на вебинарах, мы работаем с живой аудиторией. Мы видим глаза участников, мы видим миг, жесты, эмоции на лицах наших участников, мы можем реагировать как-то, да, то есть еще есть обратная связь, когда мы можем задавать вопросы. По каждому из этих блоков, которые мы сейчас просто объясняем, мы обычно даем всегда задания в аудиторию, могут немножко чувствовать себя свободно, коммуницировать между собой, выполнять совместно эти задания. Это очень интересный такой процесс. Но вебинар – это практически одностороннее такое говорение. Но тем не менее, обратите внимание, если бы мы старались, либо мы сейчас просто включили какие-то тексты и читали его вам, вы, наверное, большинство из вас просто бы отключилось и не слушало. А я надеюсь, что все-таки определенная часть вашей, вас, наверное, сфокусировала внимание на том, о чем мы рассказываем. И мы стараемся это вам донести, как сказать, из того, что мы сами переварили вот информацию в процессе обучения в проекте как-то, а это обучение длилось у нас три года с некоторыми промежутками времени, и каждый уровень обучения был все сложнее и сложнее для нас. Но тем не менее, мы получали ее, я так скажу, в более сложном виде. И вот эти блоки, которые мы быстро прошли по памяти, бихевиоризм, когнитивизм, были даны нам более глубоко и очень сложно воспринималось. Но тем не менее, мы для вас с Айгерим собрались сконструировать, сконструировали информацию как можно сжато, корректно, и стараемся отдать вам из вот собственного такого готового продукта, то есть уже когда она нами переварена и в более сокращенном виде. Это намного легче, я вам скажу, чем когда вы ее можете изучать и думать, как же вам ее преподнести. Для того, чтобы ваша информация подавалась очень интересно, необходимо прибегать к помощи графических элементов преподавания. Вот эта схема, видите, графическая поддержка, которая поможет вам при подаче информации, она очень важна, потому что, обратите внимание, мы за кадром с Айгерим говорим, объясняем, но перед вами в основном идут только схемы, графики и рисунки. Почему? Потому что это помогает нам для визуализации информации. Это раз. И мы все, как преподаватели, знаем, что визуализированный материал, который преподается, он очень хорошо воспринимается слушателем. То есть, если даже сегодня после окончания вебинара вы закроете свои компьютеры, вы все равно, наверное, элементы какие-то нашей презентации, рисунки, картинки будут всплывать в вашей памяти, что будет помогать вам вспоминать материал. То же самое произойдет завтра, когда мы будем вам напоминать о том, что мы изучили сегодня, вы будете вспоминать элементы тех графических материалов, которые мы вам сегодня презентации свои показывали. Поэтому графический материал, который вы можете использовать, он может быть абсолютно разным. Сегодня технические возможности настолько велики, что вы можете к этому подойти творчески, изобретать какие-то собственные схемы, изобретать какие-то собственные рисунки, использовать какие-то материалы из интернета, готовые фотографии, рисунки, все что угодно сегодня в руках у преподавателя. Просто все, что требуется от нас сегодня, это быть креативными. К каждому своему занятию иметь такой креативный подход и подумать, что же интересного я сегодня могу показать моим студентам, чтобы они запомнили сегодняшнюю тему, ушли с информацией, которая закрепится у них в ящике долговременной памяти. Вот сегодня вы видите на этом слайде графические схемы, которые вы можете использовать. Но это только то, что вы можете использовать при помощи, так сказать, приложения Windows, используя Word-овскую программу и другие программы, Excel. Но есть еще, не забывайте о том, что вы можете скачивать вполне на законных правах, если вы правильно скачиваете, значит, фотографии, рисунки, какие-то изображения, какие-то видео и так далее. И они тоже будут вам помогать в подаче информации для ваших обучающихся. Для чего нам нужна информация? Если мы говорим об информации, то очень хорошо, когда преподаватель может показать с помощью графических элементов, с помощью любой информации, различие между поданными какими-то элементами, то есть важности информации, различия информации и так далее. Если обратно же с помощью информации и графиков, вы можете напомнить студентам о его предыдущих знаниях, из предыдущих занятий. И также информация еще очень хорошо помогает фокусировать внимание на каких-то мелких аспектах. Мы говорим о деталях, но которые очень важны в процессе преподавания или получения информации. Почему? Потому что без малых деталей не бывает общей картины большой. Поэтому ваши студенты, они должны иметь возможность фокусировать внимание еще на мелких элементах при помощи той информации, которую вы преподаете. Ну и вот здесь вот такая общая у нас схема идет, чтобы отражать пути мышления. То есть вот здесь вы видите такой круг. С помощью информации вы можете помочь вашему студенту, как сказать, продвинуть его к размышлению. То есть он получил от вас информацию, переваривает ее с помощью восприятия, вашей речи, ваших каких-то элементов, которые вы преподносите. И в конечном итоге у него должна сложиться какая-то картина об информации, которую вы получили, которую мы постарались выдать в течение занятия. То есть обратно же необходимо здесь, наверное, сфокусировать внимание, уважаемые коллеги, на том, что информация, она не должна быть тоже очень долгой. Мы, если вернемся к тому плану, который показывала Айгерим вначале, вот структуры занятия, там был план у нас, структуры, да, где мы говорим, что на введение там, например, максимум 5 минут на информационную часть, вы можете уделить 10-15 минут максимум, при этом используя графические и любые другие методы. Так, что у нас дальше Айгерима? Задание. Я передаю слово Айгерим. Айгерим продолжит у нас сейчас. Про часть задания. Если говорить про, опять же, да, возвращаться к плану занятия, то мы, как бы, я говорила, что самое большое время и самое усиленное внимание уделяется вот именно заданию. Задания, конечно же, должны, да, соответствовать, опять же, целями, которые мы выявили через таксономию Блума. Задания, которые вы составляете, вы должны продумать, сколько же, допустим, да, времени они будут у вас занимать. Задания, которые вы ведете, конечно же, для каждого занятия, они будут зависеть от дисциплины, которую вы ведете. Сегодня у нас на связи, так скажем, да, преподаватели разных дисциплин, поэтому те методики, завтра будем говорить про интерактивные методы, да, более расширенно, так скажем, да, и более конкретизировано, но каждая методика вы можете использовать в разных дисциплинах. Конечно, те, так скажем, да, основные, так скажем, какие-то моменты, которые мы даем, может быть, некоторые не можете использовать. Это будет зависеть от того, какую дисциплину вы ведете. Но если брать даже, допустим, опыт ведения дисциплины, вот именно в Венском университете, то в Вене каждая дисциплина, то есть у них вот разделена строго так же, и задания, которые они готовят, в основном, конечно, получают после утверждения, так скажем, да, то есть они готовят каждый преподаватель определенные задания, интерактивные методы, но они их согласовывают со своими кафедрами, то есть, да, и департментами, то есть у них это отделение. Из каждых отделений, то есть они его согласовывают, насколько, то есть, продуманы задания и так далее. В нашем же случае, то есть мы задания готовим сами в основном, да, в некоторых случаях мы, да, получаем утверждение, то есть поэтому желательно, то есть выявить определенный список, то есть заранее, когда вы уже готовите программную, рабочую программу, допустим, УМК, продумать, какие же задания вы можете использовать и соответствуют ли они, допустим, да, всем тем требованиям, которые у вас есть в университете. Если же брать основные принципы составления, скажем, да, задания, это вот опять же целевая аудитория, к какому курсу вы ведете, кто ваши студенты, будут ли, допустим, да, некоторые лекции есть, допустим, поточные лекции есть, где у вас 300 человек. Конечно, большинство, так скажем, да, заданий там уже не сможете каких-либо интерактивных методов применять. А про них мы будем говорить завтра, когда вот можно какие методы использовать, да, в больших аудиториях, в малых аудиториях. Поэтому обязательно, конечно, нужно продумать, как выглядит вообще теперь эта аудитория и будет ли у вас место для этих интерактивов. Бывают, то есть у нас блоками, да, и блоки нельзя раздвинуть, и вы не можете дать какие-то групповые задания. Поэтому какой аудитории у вас будет, тоже вы должны обязательно посмотреть. То есть программных, допустим, обычно, когда мы составляем рабочую программу, мы думаем, что вот-вот, вот такие-то, такие-то, допустим, да, задания мы можем применять. Но в случае, когда уже нам определяют диспетчеры, допустим, аудиторию, вы можете быть, допустим, удивлены, и поэтому нужно быть подготовленным. Какие же, допустим, спектры заданий вы ещё можете дать. Если же брать цели обучения, то есть каждое задание, каждому, скажем, да, уроку у вас должно быть продумано, и вот именно какие цели и какие компетентности вы должны получить от ваших студентов. вместо условий было сказано планирование по времени. То есть планирование по времени могу поделиться своим опытом. То есть обычно, когда используются интерактивные методы, вначале я вот думала, вот такие-то, такие-то, допустим, методы я буду сегодня задания использовать, и мне потребуется вот столько-то времени. Но на деле может быть очень, скажем, да, по-разному. Студенты могут долго, допустим, обсуждать, или вам могут кто-то помешать. А бывает такое, что заходит, можно сделать объявление, допустим, в университете, да, форс-мажорные ситуации могут случиться. В этих случаях что вы будете делать? То есть поэтому в планировании времени вы должны всегда оставить дополнительно, так скажем, да, несколько минут на что-либо. И вот потом распределять эти несколько минут может быть на дополнительное обсуждение, может быть на распределение команд, может быть на вот именно подытоживание. То есть поэтому планирование времени это вот является самым сложным, как вы его разделите теперь внутри вот этого задания. На вот именно подготовку, на распределение команд, на что именно, сколько еще минут вы даете. Рассмотрение различных вариантов. То есть у вас всегда должен быть набор, скажем, да, заданий, потому что бывает разное. Вы пришли, допустим, подготовились к презентации, а, допустим, света нет в университете, ну, не дай бог, да, или там проектор не работает. То есть к таким случаям тоже вы должны быть готовы. Или бывают случаи, когда, допустим, студенты из-за каких-либо причин, допустим, целая группа не подготовилась. Бывают и такие случаи. В этом случае что вы можете сделать? Допустим, вы дали домашнее задание, они не подготовились. Тогда вы должны быстро пересмотреть и вот какое-либо другое задание им дать. Выбор подходящей опции. Если брать задания, то есть обычно интерактивные, да, вот новые задания, они требуют каких-либо вспомогательных, так скажем, да, материалов. Это вот флипчарты, маркеры, стикеры и так далее. То есть у вас наличие, они тоже должны быть. Если вы даете какое-то задание, чтобы оно было более интересным, то есть у вас наличие вот этих, скажем, опций должны быть. Определите, какого уровня таксономия Блума помогает достичь. То есть в случае, если это крупные проекты, то опять же вы должны подумать, на какое время вы это разделяете, какое именно, особенно вот на создание, чтобы достичь вот этого самого высокого уровня по компетенциям, конечно, вы должны больше времени уделить и больше продумать и исследовать вот это задание. Как же они будут с ним справляться? И у вас должны быть конкретизированные инструкции для достижения определенных компетенций через таксономию Блума. Сбор и разработка материалов. То есть обычно бывают разные типы заданий. От типа заданий, конечно, вы еще должны подумать, сколько времени, допустим, потребуется для вас сперва и потом потребуется для студентов для осмысления вот этого задания. Для чего же вообще существует задание? Конечно, задание мы даем для оценки. Но если брать новую теорию, вот именно и европейскую, и британскую, то есть зачастую задания должны быть не только для оценки. Вот британский метод, они больше говорят, что задание вы даете для того, чтобы поддержать студентов. То есть это не обязательно всегда должно быть, что вот эта группа или вот эта команда или этот студент хорошо сделал, значит, ему самый высокий балл. А в теории британской, допустим, они предусматривают, что вы это поддерживаете студентов и не обязательно всегда вы ставите за это оценки. То есть оценки не всегда должны быть, то есть самая вот эта верхушка, для чего они делают вот это задание. То есть задание они делают для того, чтобы, скажем, вы поддержали их знания и вы знали, на каком уровне они сейчас идут. Если брать, скажем, те задания, которые, конечно, идут по требованиям университета, это вот наши модули, экзамены, на них подготовительный вот этот процесс, конечно, идет отдельно. То есть мы даже прописываем, это в наших учебных планах, сколько времени это требует. Если же брать задания, модульные экзамены, то есть вы в них должны, конечно, вложить больше времени. И вот задания, которые вы по каким-либо вашим критериям оценок оцениваете, то есть критерии оценки должны быть очень продуманы. Особенно если вы даете в качестве задания, вот сейчас, допустим, в нашем факультете, мы уже второй год стараемся сделать так, чтобы все задания, которые идут на модулях и экзаменах, были более интересными. То есть это не было просто тесты или не было ли просто какие-то открытые вопросы, а были, допустим, кейсы, какие-то ситуационные проблемы и так далее, или, допустим, проекты какие-то, чтобы были. Но для того, чтобы были на модулях, на экзаменах эти кейсы, проекты и так далее, вы должны очень правильно составить вот эти критерии оценки, потому что кейсы – это вот именно размышления студентов. И не всегда, допустим, может быть, вы не приемлете тот метод какой-либо креативный, а он, допустим, это вот видит так. Как вы это будете оценивать? То есть в критериях оценок это вот немного тяжелее, но вы их должны очень поэтому продуманно, так скажем, да, расписать. И критерии оценки, конечно, должны быть, так скажем, составлены вместе с вашими коллегами. Если же брать, скажем, те задания, скажем, да, которые даются, допустим, в Венском университете, они их разделяют на каждые вот промежуточные. И вот британские методы тоже такое же. То есть задания – это должны быть на каждых парах. То есть вы каждый раз должны или поддерживать, или вот вести какой-либо оценки. То есть если вы один раз, допустим, провели задание для того, чтобы поддержать их знания, да, которые они имеют, и вот применить их посредством этих заданий, то в следующий раз вы их оцениваете. То есть вы вот это вот должны разграничивать. Шаги вообще по разработке заданий, да, это вот в практике определить цель, для чего вы вообще, скажем, даете это задание, да, выбрать тип задания. Опять же, все типы заданий вы должны подумать по времени, сколько это у вас будет занимать. А составление заданий, это имеется в виду, то есть все, допустим, те методы, которые мы будем вам давать завтра, вы должны с вами интерпретить, как на самом деле дисциплину. Если идёт интерпретация этих методов, сколько же времени это у вас займёт? И вот как вы можете её по-другому, допустим, преподнести? Разработка критерий оценки, я вот уже сказала, да, обычно перед тем, как дать задание, вы должны обязательно, конечно, студентам скодозать. По каким критериям оценок вы будете их оценивать? То есть они наглядно должны видеть, на что они должны фокусироваться и за что они, допустим, максимальное количество баллов получат. Если же это, допустим, то, что я говорила, как британский метод, это поддержание вот этих знаний, и вы знали, допустим, на каком уровне они идут, то вы можете делать какую-то конкуренцию, и там как приз, допустим, шоколадку, или вы будете в следующий раз судьями и так далее, в каких-то, допустим, играх и так далее. То есть там тоже какие-то призы, конечно, должны быть, и вот как раз-таки за что вы, какой приз будете давать, и какая команда, как вы будете их оценивать, конечно, критерии должны быть расписаны, и вы их должны обязательно показывать, и все студенты должны знать до начала вот этого задания. И каждому заданию вы должны определить теперь тип фидбэка. Фидбэк и вообще отзыв, да, и комментарии по проделанным заданиям могут быть такими, что вы их даёте, а может быть, они друг другу дают. Или вы выбираете из студентов каких-то судей, которые как раз-таки и дают вот этот отзыв, и дают им баллы вот эти. То есть не всегда преподаватель только должен оценивать, а вы должны ещё и распределять, так скажем, да, вот эту роль. Тогда вот они будут ощущать вот эту более объективность и будут стремиться все хорошо работать. Если же брать, скажем, да, что вы должны делать, что не должны делать, здесь, конечно, мы вот расписали более примеры, да, скажем, по именно детектической концепции как-то, да, и по теории Пенского университета, не всегда вот я хочу более сфокусироваться на том, что не следует это сделать. Не ожидайте, допустим, в каждой группе по-разному вообще воспринимает информацию и по-разному показывает вот эти задания. Допустим, если в одной группе вы разделили на команды, и вот команды, допустим, соревнуются с друг другом, есть группы, которые очень хорошо с друг другом ладят. Если вы их даже в контур, допустим, поставите и скажете, вот только выигравшей команде вы там поставите балл, они могут друг другу, так скажем, на контур аргументы не давать или там поставить хорошие какие-то оценки друг другу, сгруппироваться могут. Поэтому не всегда ожидайте от одного и того же результата от разных, допустим, групп студентов. Студенты разные, поэтому задания они тоже воспринимать и делать будут по-разному. По времени тоже каждая группа студентов делает очень, скажем, да, некоторые не спеша, а некоторые очень быстро. Даже по тому времени, которое вы установили, они могут его за половину этого времени сделать. Если они сделали это за половину времени, что вы будете дальше делать с оставшимся временем? Поэтому, так скажем, да, вот эта гибкость преподавателя, она всегда должна быть вот именно по заданиям. Поэтому вы должны продумать, если они вдруг раньше сделают, если дольше сделают, где вы, что вы будете сокращать по плану занятия. Вот это должны обязательно, конечно, продумать. Если брать еще что нужно, так скажем, да, задачи, которые вы даете вообще посредством ваших заданий, не должны быть просто какими-то отчетами и так далее. Конечно, многие меня сейчас, наверное, будут критиковать, но есть преподаватели, которые часто я сталкиваюсь посредством своих коллег, возможно, иногда через студентов слышу, или там сестренки-братишки вот как раз сейчас. Там напишите и перепишите весь конспект, и там сфотографируйте конспект, отправьте мне. То есть отчеты и конспекты, которые они просто переписывают с какого-то источника, какую цель вы получите через таксономию бумаг. Запоминание и все. Это в лучшем случае. А вот именно тех компетенций, которые дальше идут, вы ничего не достигнете. И студент, опять же, если возвращается в память, который просто это переписал как конспект, он это не запомнит даже. Если он даже это запомнил, это будет длиться на какое-то кратковременное время, и все на это. Поэтому написание отчетов какой-то исследовательской работы тоже должны быть более интересны. Опять же, интересными должны быть, если вы применяете какую-то практику, если они исследуют какое-то предприятие, сами идут исследовать и посредством его пишут какую-то исследовательскую работу, то она хороша. А если это просто какие-то отчеты, то они, соответственно, все не приносят вот именно по целям обучения каких-то результатов и компетенций. Все, допустим, могу сказать про курсовые, допустим, которые мы даем и которые идут сейчас. То есть все мы должны стараться давать и курсовые, и дипломные работы, что они именно сотрудничают с каким-то компанией, выявляют у них проблемы, решают эту проблему. То же самое и должно быть в заданиях у вас, что они на практике что-то вот именно делают. Типы заданий, то есть могут быть разными. То есть это вот выборочный ответ, то есть это вопросы какие-то вы задаете. Особенно вот мы завтра будем говорить про цифровизацию обучения вот в онлайн, как можно сделать именно задания более интересными. Эссе. Вот эссе, вот раз я являюсь, скажем, да, координирую очень много проектов, и вот когда спрашиваю студентов, вот наших по обмену, по Erasmus, у всех проблема одна и та же. У нынешних наших студентов, могу сказать именно у крызских студентов, я не знаю, как обстоят дела в Узбекистане и Казахстане, но у наших студентов у всех проблема с эссе. То есть они не очень хорошо умеют вот именно писать эти эссе, на что нужно делать уклон. И вот, думаю, во всех ВУЗах тоже большое внимание нужно делать на именно эссе. Как можно эссе давать? То есть мы завтра тоже об этом поговорим с вами. Бывают отчеты. Опять же, отчеты — это вот больше с практическим применением для оценки эффективности, то есть это вот именно проекты, какие-то изучения частных случаев, то есть это именно кейс, когда приходят и дают кейс. И последнее — это личное общение. Личное общение, то есть как же можно, вот именно личное общение, даже презентации, интервью или какие-либо типы обсуждения контрактов, тоже мы более подробно будем говорить завтра, какие примеры можно использовать. Если же говорить про уровни таксономии Блума, и вот каждый из них, если брать, допустим, запоминание информации, то это в основном именно написание какого-то конспекта или это открытые вопросы. В основном открытые вопросы, то есть они именно запоминают, допустим, терминологию какую-то, какую-то информацию помнят. Если же брать следующий уровень по таксономии Блума, то есть для того, чтобы они могли теперь объяснить, это, конечно, вопрос с несколькими вариантами. То есть это вопрос должен быть… Допустим, вы даёте два разных ситуации или два разных теории, найдите в них различия. То есть они, скажем, развивают своё критическое мышление и в двух разных теориях вам расписывают вот эти различия. для того, чтобы применить, вы даёте теперь форматы, так скажем, заданий, где будут содержаться… Вот мы, допустим, завтра будем с вами говорить про британский метод дебатов, будем говорить про методы speed dating, то есть это быстрые свидания, то есть это интерактивные методы, где они могут теперь всю эту информацию применять. Следующие же этого два уровня – это анализировать и оценивать. Для того, чтобы они могли анализировать и вообще оценивать теперь какие-то ситуации, применяя все вот эти знания, то есть, соответственно, вы должны давать задания, которые относятся вот именно к реальному рынку. То есть это, опять же, реальные предприятия, реальные какие-то кейсы, связанные именно с вашим рынком. Вот здесь хочу сказать, допустим, если брать опыт преподавания, то есть я имела опыт преподавания в месяц в Венском университете экономики и бизнеса по ихнему приглашению для логистов, у них такая есть оценка. Допустим, мы кейсы даем по… мы и даже я даю кейсы по успешным каким-либо брендам, компаниям, которые существуют за границей. Если же брать уровень Венского университета экономики и бизнеса, для того, чтобы студент хорошо это себе представлял, то есть вы должны давать примеры из своих, скажем, предприятий и компаний, которые существуют на вашем рынке. То есть они неприемлемы. Это всегда примеры каких-либо кейсов из-за границы. То есть они расписывают кейсы, все преподаватели вот прям садятся на своих департментах, сотрудничают с друг другом, и они по каждой, допустим, определенной специальности выпускают вот эти кейсы. Кейсы, они работают вместе с вот этими компаниями. Для компаний это плюс, то есть это студенты ведут для них исследовательскую работу и вот какие-то решения. Для преподавателей же они вот делают набор вот этих кейсов. То есть это вот тоже очень хороший опыт. Мне кажется, все мы тоже, да, не только даже, допустим, сейчас в наших странах есть компания, которая существует на центрально-азиатском уровне, да, мы можем тоже создавать вот эти книги, да, по кейсам. И самый большой, конечно, уровень, это вот именно создание, да, создавать. Это, конечно, по таксономии Дума, когда мы даем задания, допустим, проекты. Проекты, это, конечно, занимают большую часть времени, да, и они не могут даваться, допустим, на один урок или на одно задание, на один тип, допустим, да, одного задания. То есть проект, это вот, конечно, он, который будет совмещать различные типы вот этих заданий в одном, да. Но для этого, конечно, вы должны уделить больше времени, и его оценка должна, вот критерий оценки должно содержать, скажем, большое количество элементов, да, и вот что вы хотите посредством этого проекта сделать. И там оценка, конечно, должна быть существенная, которая влияет по проценту, то есть существенная должна быть. И вот мы идем. Я хочу еще раз добавить, да, что многие, допустим, задания, да, интерактивные методы мы здесь не раскрывали, так как будем их раскрывать завтра. И вот рассмотрим те методы, возможно, некоторые вы из них знаете, применяете, просто не знали, допустим, да, как они называются. И, возможно, вы для себя откроете какие-то новые методы. Мы там совместили методы на опыте, скажем, европейских стран, да, тех университетов, с которыми сотрудничали в рамках проекта «Кактелл». И также там расписаны методы интерактивные, да, какие задания вы можете давать. Это вот на опыте еще и британского университета. Если брать теперь вот по дидактической концепции «Кактелл», да, самый такой заключительный этап, заключение всегда должно быть обязательным, но до заключения, то есть идет фидбэк. Фидбэк идет как, скажем, от студента вам, да, к занятию, также идет от вас, теперь студентам, как подытоживание вот этих заданий. Для каждого задания вы должны давать фидбэк. А если вы даете фидбэк, то есть вы должны учитывать некоторые критерии вот этого фидбэка. Если же они друг другу дают, то есть вы должны их заранее тогда научить, как этот фидбэк они друг другу должны давать. И вот один из методов, как давать фидбэк, да. Фидбэк вообще, кстати, у нас не всегда приемлемет, что студенты, допустим, когда друг другу не воспринимают отзывы, комментарии, что мы даже преподаватели не всегда правильно воспринимаем всегда вот эти фидбэки. Фидбэки, конечно, бывают разными, но мы должны учиться их давать. И вот если даже идут объективные какие-то фидбэки, но с упущением ваших каких-то моментов, вы их должны принимать. И вот фидбэк по-другому можно назвать как подарок. Поэтому любой подарок, который вам дают, вы должны его принять. То есть дареному коню, грубо говоря, в зубы не смотрят. Поэтому мы должны всегда принимать этот фидбэк с радостью и очень хорошо. И вот студентов я тоже всегда учу, когда они дают друг другу фидбэк, чтобы они с радостью это воспринимали. Но как же так сделать так, чтобы вот фидбэк воспринимался теперь радостно и очень хорошо, да. Есть знаменитый метод бутерброда, да, или бургера. А в чём он заключается? То есть всегда идёт положительный комментарий. То есть у нас булочка мягкая, да, поэтому мы даём положительный комментарий, то есть о том, что они, допустим, если вы даёте студентам, да, что они хорошо сработали с друг другом. То есть групповая работа у них шла хорошо. А дальше идут вот как раз-таки листья салата, там, помидор, сыр и так далее. То есть это вот все вспомогательные какие-то моменты. То есть похвалите их за то, что они, допустим, на фликчарте креативно это отразили, там, очень красиво показали. Может, они там что-то нарисовали себе, сделали вот как команды, да, или там название команды. Мы там команда-то какая-то. То есть все какие-то мелкие детали тоже за них обязательно похвалите. То есть это вот как раз-таки идёт вот эта капуста, грубо говоря, помидор, сыр и так далее, да. И идёт вот теперь сама котлета. Котлета является вот как раз-таки конструктивным комментарием, да. То есть вы даёте те, скажем, упущения, которые сделали ваши студенты. То есть по тем-то, тем-то, допустим, по контенту они, допустим, не расписали это или не показали. То есть они не полностью раскрыли, скажем, да, пути своего решения, рекомендации не очень хорошо показали. То есть вот эта часть, она идёт вот как раз-таки сама котлета. И обратно же вы даёте теперь положительную какую-то, скажем так, часть о том, что несмотря на то, что они, возможно, где-то не раскрыли или наоборот раскрыли, вот они сделали ещё такие-то положительные моменты и вот закрываете, опять же, самые лучшие вот какой-то похвалой на то, что они вот лучше всего сделали. Тогда фидбэк вот как раз-таки будет восприниматься как вот этот подарок. Есть, скажем, да, если брать как комментарий уроку, да, можно, если аудитория большая, допустим, там у вас сидят 300 человек, у вас лекция, и фидбэк, допустим, каждому вы не сможете давать, да, или там групп слишком много. Бывает такое, что даже у меня на группы я делила, но не успеваю всем дать фидбэк по их работам, то есть тогда вы можете просто невербальные жесты, или там студенты, допустим, тоже. Если у нас время, так скажем, да, мы не рассчитали, то они быстро там или поднимают, ну, вот класс, или не против, да, этой команды, то есть они просто показывают это. Если брать, скажем, вообще по фидбэку, то есть всегда фидбэк должен идти, опять же, мы до этого говорили, да, связан должен быть с ключевыми вопросами и целями, которые вы поставили. Опять же, как это к этому относится, то есть вот эту связь вы должны всегда проводить. Фидбэк быстрый тоже, если у вас есть в аудитории место, то есть это по диагонали, вы просто пишете на листочке, допустим, сколько процентов, допустим, да, как вы думаете, это вот именно фидбэк к занятию можно применить, а как вы думаете, сколько процентов, допустим, занятия, да, вообще вот топика вы хорошо поняли посредством сегодняшней информации и задания. Вы там расписываете по диагонали, устанавливаете на листочке, допустим, 30 процентов они усвоили, 50 процентов, 70 и 100 процентов. Вы поставили эти листочки, и они вот к какому проценту они считают, туда и становятся. Это вот метод по диагонали. Точно так же они могут оценивать ещё и друг друга. На занятиях обычно, если это вот идут у меня, допустим, две пары, да, я на задание могу больше времени, то есть они засиживаются. Вот как раз таки, когда они больше сидят, чтобы они немного расшевелились, вот этот фидбэк, он считается очень хорошим. Есть фидбэк теперь, когда они это могут и написать, и также просто озвучить. Фидбэк пяти пальцев, five fingers, он так и называется, то есть большой палец, они говорят о том, что пошло хорошо, то есть когда вы хотите получить конкретизированный тут именно фидбэк, да. Указательный палец, что можно улучшить, они говорят. Средний палец, что пошло не так. Безымянный палец, что бы мы хотели сохранить, да, то есть если так, к занятию, что бы вы хотели, допустим, да, на следующем уроке ещё раз пройти или какие вопросы затронуть. Если это же по, допустим, студенту друг другу даёт, или вы студентам, что бы они, допустим, всегда делали, вот и сегодня хорошо отразили, допустим, да, этот момент говорит, безымянный, и мизинец, что не привлекло достаточного внимания. То есть вот эти five fingers очень часто применяются, и вот Ньюнбергский университет, допустим, они его применяют во всех тренингах, и вот если брать даже преподавателей, да, вот именно повышение курса консультации, то есть они часто его очень используют. То есть каждому выступлению, то есть мы, допустим, тоже, да, вот как выступали перед ними, когда проходили вот тренинги, то есть они вот по пяти пальцам нам часто вот давали фидбэки каждому нашему выступлению. То есть вы его тоже можете всегда использовать. И вот заключение. Как же дать теперь заключение, да, вот после всего занятия, которое вы провели, очень важно теперь сделать заключение. Без заключения вы не можете, так скажем, обойтись, и есть такой быстрый метод, сегодня вот мы его раскроем, это elevator pitch, беседа в лифте. Вы представляете ситуацию, что они находятся в лифте, приглашаете двух студентов, и они, допустим, как ролевая игра обыгрывают вот эту беседу в лифте. Один из них, возможно, может быть, допустим, родителем, да и родитель спрашивает, что вы сегодня прошли по такой-то дисциплине. И пока он находится в лифте, в лифте это ровно одна минута, или если у вас времени не хватает, это 60 секунд, ровно за минуту или 60 секунд он должен рассказать, что ему понравилось и что он прошел на сегодняшнем занятии. То есть это вот один из методов сделать заключение. Еще дополнительные, конечно же, методы, которые можно использовать, мы будем завтра более подробно раскрывать. И вот мы бы хотели обратно вернуться к тебе ключевым вопросам. Сегодня мы затронули, какие элементы теории обучения есть, говорили про память, как она обустроена, какие есть теории обучения, которые улучшают более качественно сделать вашу работу и качественно преподавать, узнать ваших студентов и как преподнести теперь эту информацию. Что такое дидактическая концепция КАКТОЛ. И вот, скажем, как подытоживание сегодняшнего тренинга, как дидактическая концепция КАКТОЛ, как ключ к креативному преподаванию. То есть вы можете в каждом из элементов, мы говорили, как это сделать более, скажем, более интересно, более креативно, как это преподнести более так, чтобы студенты это запоминали. И вот мы надеемся, что сегодняшние три вопроса мы полностью закрепили. И завтра, конечно, еще будем об этом возвращаться и говорить о некоторых моментах. Да, спасибо. Спасибо, Айгерим. Я тоже, наверное, позволю себе несколько резюмировать, чтобы со своей стороны резюме подвести сегодняшнего вебинара. И, проходя по ключевым вопросам обратно, я бы хотела, чтобы вы сфокусировали внимание на том, что все-таки теория обучения базируется на трех основных принципах. Бихавиоризм, мы говорим, это то, когда обучение построено на управлении поведением. Запомните, просто я коротко, да, сейчас. Мы говорим о когнитивизме, это процесс обучения, построенный на переработке и переваривании информации. И мы рассказывали вам о конструктивизме, то есть мы здесь говорили о творческих, проектных, исследовательских работах, совместных работах студентов. То есть такой конструктивный подход, он тоже помогает в обучении. Мы об этом много говорили сегодня, я просто хочу, чтобы вы для себя коротко вот в каждой линии отметили для себя, что бихавиоризм это управление поведением, когнитивизм это управление информацией, переваривание информации, помощь студентам в этом процессе, а конструктивизм это привлечение студентов уже к исследовательским, творческим проектам, к совместным работам. Что касается дидактической концепции коктле, то здесь необходимо, наверное, отметить самую важную вещь, что дидактическая концепция коктле, она фокусируется на рефлексивном преподавании с базовой структурой и составлением хорошего плана урока. Еще одна важная вещь, что дидактическая структура коктле, она основана, если вы обратили внимание, на это, на психологии обучения и на результатах обучения, что немаловажно. И об этом мы сегодня вам в каждой из структурных частей напоминали, что все ваше обучение, начиная с вводной части и заканчивая заключением, должно быть направлено на результат обучения, который вы получите от ваших студентов. Поэтому хорошее преподавание зависит от способности преподавателя нас с вами побуждать учащегося создавать какие-то новые конструкции. То есть, когда в его голове складываются какие-то новые процессы, когда он может размышлять об этом процессе. И, то есть, еще одна, наверное, важная вещь, вы обратили внимание, что вся дидактическая концепция коктле, она построена на очень тесном взаимодействии между студентом и преподавателем. То есть, когда преподаватель не приходит в класс просто как дирижер и менеджер, который выложил свою информацию и ушел. То есть, здесь наша с вами задача, когда вы усвоите дидактическую концепцию коктле, будете ее применять, вы поймете, насколько изменится ваше поведение преподавателя в классе и взаимодействие ваше со студентами, с обучающимися. То есть, я хочу сказать следующее, что это не только, наверное, мое мнение, но еще мнение Айгерим, что все-таки обучение в проекте как-то, тренинги, которые мы прошли в трех базовых университетах европейских, они помогли нам существенно вообще изменить наши подходы в преподавании. Это раз. В-третьих, во-вторых, мы, наверное, смогли сделать более продуктивным и качественным наше преподавание. И самый еще, наверное, немаловажный такой фактор для нас, Айгерим, как результативность обучения, то мы вышли за рамки просто преподавателей университетов. Сегодня мы в своих странах, и уже, вы видите, на международном уровне, мы можем проводить уже тренинги, что для преподавателя не всегда возможно, почему? Потому что не всегда хватает, наверное, каких-то профессиональных нам знаний и навыков, чтобы уйти уже на уровень выше, когда мы можем проводить уже обучение не студентов, не каких-то там молодежи, школьников и так далее, а мы уже можем обучать такие профессиональные курсы для предпринимателей, для компаний, например, для, вот, например, вас сегодня и так далее. То есть это такое, как сказать, для нас это было очень такое конструктивное и очень полезное обучение, которое позволило нам даже изменить свои профессиональные, какое-то профессиональное направление деятельности, это еще и помогло нам, даже повлияло на наше карьерное развитие, и это не секрет. Да, то есть полезный, мы просто делимся с вами тем, что мы уже прошли, и мы хотели бы, чтобы этот вебинар не был просто прослушан вами за два дня и получен в итоге сертификат, как результат мы хотели бы, чтобы вы применили эти навыки реально в своем процессе обучения, и уже сегодня, наверное, многие отключившись, мы хотели бы, чтобы вы подумали о том, что мы сегодня вам сказали и могли бы, наверное, применять это все. Очень жаль, что это все онлайн, потому что, когда это проходит реально в классе, то мы можем, вот сейчас объяснили и тут же с вами это все отработать, это очень хорошо закрепляет материал и потом очень помогает в использовании уже в своем классе. Ну и сейчас, наверное, время вопросов и ответов. Если кто-то из вас хочет задать напрямую вопрос, включите свой микрофон, мы будем рады ответить на ваши вопросы, пока у нас есть минут 10 времени, мы можем ответить на вопросы. Кстати, кто, я хочу напомнить, кто не отметился у нас в чате, укажите, пожалуйста, свою фамилию и имя на английском языке. Это для нас очень важно, потому что наши ассистенты, спасибо им, они сегодня с нами на связи поддерживают наш вебинар. Они будут подготавливать список участников фактических по дню, сегодняшнему и завтрашнему, и потом подготовят сертификаты для вас, которые вы получите на ваш e-mail. Поэтому, пожалуйста, не забудьте указать свое имя и фамилию на английском языке. Вопросы, пожалуйста, слушаем. Если есть вопросы, мы будем рады ответить. Есть у вас вопросы? Я читала про вопросы, здесь были про презентации, к сожалению, презентации мы не имеем права поделиться, потому что часть информации, она является коллективной, в рамках проекта как-то, поэтому мы не можем поделиться презентациями. Но весь вебинар будет записан, и вы можете потом, скажем, посмотреть еще раз этот вебинар, то есть вот эту запись. Он будет записан, размещен на YouTube и линк, то есть ссылочку наши ассистенты всем вам на e-mail обязательно отправят. Поэтому вместе с сертификатом вы еще получите ссылку на этот вебинар, который вы можете повторно пересмотреть. еще хотела бы поддерживать. Если брать вообще тренинги кактал, они, еще расскажу, то есть они идут опять же в интерактивном виде, то есть если брать всю концепцию, то есть она вот проходит так, что вы должны через себя это все пропустить. В реальном режиме, конечно, мы все эти интерактивные методы проигрываем, то есть и дискуссируем, как это должно идти со студентами. Обычно преподаватели, которые приходят на тренинги, они чувствуют себя как студенты. В случае же вебинара, то есть в онлайн режиме, мы постарались это вот более сделать, так скажем, емким, да, этой информацией и вкратце ее дать. Если же брать сами тренинги, да, которые мы проходили, это было три года, да, и вот в рамках Creative Park мы проходим второй год, то есть во всех тренингах, то есть мы показывали еще вот как результат, то есть как мы это будем использовать, нам давали фидбэк, голосовали, некоторых преподавателей, к сожалению, даже исключали из проекта, те, которые не показывали хорошие результаты. Поэтому это тоже важный процесс через себя пропустить всю вот эту информацию. Вопросов мы что-то не видим. Вопросы задать, кстати, поднять руку, да, там, где ваше имя указано, то есть это вот в правой части, да, если вы на нее нажимаете, там есть вот это, какая-то таки ручка. Или вы можете просто озвучить вопрос. Если вы не хотите озвучивать, то вы можете в чате написать. Да, вы можете отписать нам в чате, мы их увидим и завтра можем ответить. Или, если вы еще хотите переварить информацию, то подготовьте ваши вопросы, мы завтра по завершению вебинара обязательно ответим на все вопросы за сегодняшний и за завтрашний день, если они у вас возникнут. А так, спасибо за участие, но я напоминаю, что всем участникам необходимо завтра принять также активное участие в вебинаре. Почему? Потому что это результат, да, то есть мы не хотим, мы не хотели бы, чтобы это было так, как сказать, пустое присутствие, наверное, участников, а мы бы хотели, чтобы это работало. и если вы поработаете с нами два дня, тогда только будет результат. Вот, завтра тоже у нас интересный блок, поэтому мы будем ждать вас. Вопросов таки не возникло ни у кого. Спасибо большое, но завтра мы все равно фидбэк от вас получим в конце. Вот, ну, на сегодня все. Спасибо огромное за терпение, за время, которое вы уделили нашему вебинару. Завтра в это же время дополнительно ссылочку вам ассистенты перешлют. Спасибо Алие и Илья, нашим ассистентам, которые поддерживали два часа наш вебинар. Поэтому завтра, пожалуйста, подключитесь чуть-чуть пораньше, но просьба сразу видео и микрофона отключайте, потому что сегодня пока вот у нас ввелся вебинар, очень отвлекали посторонние шумы. Пожалуйста. Все, всего доброго, до свидания всем. Спасибо большое всем, кто присоединился сегодня. Будем вас ждать завтра. Завтра будет очень интересно тоже. Все методы будем раскрывать и про цифровизацию обучения, будем говорить, какие методы вы можете использовать, да, в онлайн режиме. Поэтому ждем, а завтра вопросы есть или вот что-то, кто-то микрофон включает. Да-да, ссылка будет также на почте. Вы все получите на e-mail сразу сертификат и ссылку на сегодняшний вебинар. До завтра. До свидания. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok